Культурно-выставочный центр «Радуга» в Чебоксарах появился более 20 лет назад. 23 марта 2000 года он принял первых посетителей. С тех пор он стал одним из любимых мест творческого досуга жителей и гостей столицы. Сейчас пять проектов центра удостоились поддержки фонда президентских грантов. Все проекты, которые были поддержаны фондом президентских грантов, это пять проектов, они решали социальные задачи, стоящие перед нашим обществом. Задачи актуальны как для нашей республики, так и для всей страны. Именно поэтому два проекта «Лица Чуваши» и «Моя семья в истории Великой Победы» вошли в топ-100 проектов России, потому что на сегодняшний день они готовы к тиражированию, к масштабированию на территории нашей страны. «Лица Чуваши» – очень важный и интересный проект. Благодаря ему многие школьники открыли для себя имена Геннадия Айги, Николая Ашмарина, Никита Бичурина, основателя этнопедагогики Геннадия Волкова, Надежда Павлова, предсветитель Ивана Яковлевича Яковлева и всех тех, кто прославил наш край. Можно узнать больше и о своих родных, чей подвиг был отмечен, но малоизвестен. Этот уникальный опыт был оценен и в других регионах, отмечает директор культурно-высочного центра «Радуга» Нина Смирнова. Зная об этом проекте, нам уже представители других регионов говорят, то же самое можно сделать «Лица Мариэл» или «Лица Башкортостана». То есть эта тема всегда актуальна. На сегодняшний день дети хорошо знают героев мультипликационных фильмов, для них там становятся героями зарубежные актеры или исполнители. Но мы недостаточно знаем тех людей, которые живут рядом с нами. Не менее важен и проект «Моя семья в истории Великой Победы». В каждой семье бережно хранятся фотографии военных лет, грамоты, письма, ордена, приказы и медали. В виртуальном методическом кабинете для педагогов, родителей и детей собраны жемчужные литературы, музыки и кино о Великой Отечественной войне. Виртуальные туры по музеям панорамы военного времени, а также сборник лучших педагогических практик. При поддержке фонда президентских грантов была создана тетрадь для исследований и творчества «Моя семья в истории Великой Победы», которая рассказывает о героях семьи на фронте и тружениках тыла. Вот эта вот тетрадь – это некий архивный документ. Архивный документ, который остается в семье. И мы очень надеемся, поскольку в него было вложено столько сил, по его созданию создался именно документ памяти, что он будет передаваться из поколения в поколение. Таким образом, сохраняя историю о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Кроме этого, хорошо зарекомендовали себя и такие проекты, как «Арт-досуг людей элегантного возраста» и «Арт-аптечка бойцов ковидного фронта». Цель такой арт-терапии – снизить эмоциональное напряжение и поднять настроение врачам и медсестрам, которые работают в красной зоне. Елена Яковлева, Юрий Гурьянов. «Жизнь столица». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова